Добрый вечер! Мы начинаем из Раменского репортаж о последнем матче девятого тура Мелбет первой лиги. На четыре дня тур растянулся. СКА Хабаровск в Подмосковье. Домашняя арена Сатурн, я помню ее с таким названием. Сейчас, конечно, уже рекламодатели везде. Поэтому Леон, Леон Раменская, стадион, который является домашним для Хабаровского СКА. Ну а пока смотрим на Николая Волошина, который готовится дать стартовый свисток. Свисток звучит. Начинаем с центра поля. Николай Волошин, главный судья матча рефери Смоленска. Но у нас Чайка из СКА, поэтому ты... Первая атака СКА. Давай лучше об этом поговорим с тобой. Ну да, посмотрим, что происходит. По правому флангу прорыв. Передача неплохая. И можно забивать раз уже. Да, классно прошел справа и навесил Гангапшев. И мы сейчас наблюдали удар Алиева. Это крайний нападающий. Так, Чайка вот нашла свой костяк без изменений сегодня. Можно проникающую передачу выполнять. Так и есть. И попытка первого удара нет, не состоится. А здесь будет и первое спасение. Ну, в ближний угол, где-то спасение. Это скорее сыграло полпозиции. Все, что-то было сделано через дни игры. Что-то похожее на позиционное построение. Впереди мы видим в исполнении гостей. И дальний удар. Рикошет. И Мамов из-под планки вытаскивает. И Мамов, который классный прошлый матч провел, вернулся. Тоже он в стартовый состав. Чайка, кстати, не пропускает уже третий тур. Енисей 2-0. Ох, и Мамов рискованно вышел. Не дошел до мяча, не добрался. И чуть-чуть не наказали. Да, действительно, первая ошибка. И Мамова на выходе. До этого мы помним, как он неплохо перехватывал эти передачи со стороны Чайки. Но сейчас на повторе нам еще раз коллеги покажут. Именно у Хохлачева была неплохая возможность. Перехват. Здорово играет сейчас Янов. Он штрафной. И в дальний метил. Рикошет от головы Журавлева. Мяч улетает за пределы поля. Удар наносил Янов. Мяч крутил в дальний угол. Ну, моменты были, но они были в таком мизерном количестве. Конечно, хочется большего. Но, видимо, на что команды пока способны, то они в первом тайме и показали. В начале второй половины снова атакуют. Случился великий финал баскетбольной олимпиады. Смотрим атаку. Симонян с мячом пробить можно. И в створ Штепа. Прямо по центру. Симонян за лицо хватается, видимо, от того, что хотел пробить точнее. Имеется в виду в угол. Бавин, Юрий Бавин. Кстати, капитан он или осталась повязка? У Покидышева. Надо разбираться пока. Покидышев, да, капитан. Удар! И Штепа добивание! Ну-ка, близко! Гол! Гаджи Мурадов. Первый гол в матче на 64-й минуте. И второй подряд гол Гаджи Мурадова в домашних матчах. Он забил Соколу. Принес ничью. И он, не знаю, ничью, победу пока рано. Но забивает Гаджи Мурадов. Рамазан Ирбайханович на 60. Какая-то вторая минута. Журавлев ликует парни в красно-синих футболках. Быков. Это все после стандарта. Остался в запасе. И 1-0. Гангапшев. Справа. И Штепа. Сейчас 2-0. Все бы закончилось в этом матче. Покидышев. Гангапшев. Мог забивать свой первый мяч в сезоне. Не получилось. Штепа спасает. Как же он много помогает и полезно в последние минуты. Сейчас едва не подставил ногу, но на опыте прочитал. И к Имамову прилетает мяч. И все. И СКА побеждает в Раменском. Я прощаюсь с вами. Меня зовут Роман Вагин. Спасибо вам за внимание. Хорошего вечера. Хорошей рабочей недели. И всего-всего самого лучшего.